Добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрий Пройнко на волнах радиостанции Финам-ФМ. Ежедневная интерактивная программа «Реальное время», как всегда, без купюр, без цензуры. Обсуждаем самые актуальные темы, самые актуальные вопросы. И сегодня мы поговорим с нашими гостями вот о чем. Власть срослась с криминалом. После словия к статье Валерия Зуркина я предлагаю также поговорить и о сегодняшнем интервью с Владиславом Сурковым, первым заместителем главы администрации президента России. Потому как и Зуркин, и Сурков говорят о ситуации криминальной в нашей стране, о том, что вот есть серьезные, я бы сказал, институциональные проблемы власти. Сегодня, кстати, о теме срастания криминала и власти говорил и нынешний российский премьер господин Путин. Вот им было отмечено, что назначение губернаторов позволяет, в общем-то, минимизировать вхождение криминальных преступных группировок во власть. Это его позиция. Кроме того, он считает, что выборы в муниципальные органы власти, в органы местного самоуправления через партийные списки также являются таким стабилизирующим моментом в части снижения криминальной зависимости. И тем не менее, вот я вам могу честно сказать, на меня очень большое впечатление произвела статья председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина. Я бы сказал, это позиционная статья. То есть человек, не просто политик, да, а человек, который возглавляет, в общем-то, высший судебный орган Российской Федерации, высказал следующее мнение. Цитата. «Увы, с каждым днем становится все очевиднее, что сращивание власти и криминала по модели, которую сейчас называют Кущевской, не уникально. Что же самое или нечто сходное происходило и в других местах?» Валерия Зорькина называет Новосибирск, Энгельс, Гусь-Хрустальный, Березовск. Ну, то есть вся палитра и география России от центра и до самых окраин. И дальше вот еще одна цитата. «Теперь давайте представим себе ситуацию, в которой прецеденты этого рода начинают превращаться в норму. Я не утверждаю, что такая система уже оформилась, пишет глава Конституционного суда России, но что будет в случае, если она оформится? Всем и профессиональным экспертам, и рядовым гражданам очевидно, что в таком случае наше государство превратится из криминализированного в криминальное. Это я вам цитировал главу Конституционного суда России. Это не оппозиция, не либералы. Вот сегодня у нас господин Путин обрушился, в общем-то, с жесточайшей такой критикой. Я бы так сказал, власть вступила в публичную полемику с либералами, которые, если мне не изменяет память, с 2003 года уже не то, что во власти, даже в парламенте они не представлены, даже были названы конкретные имена. И, в общем-то, еще раз подчеркну, с Владимиром Путиным можно соглашаться, можно не соглашаться. Это его мнение. Это его позиция. Он сказал, что они, если доберутся до власти, то дело закончится не только расхищением миллиардов, но и продажей России. В общем-то, это тон ранее. То есть я вот известие, да, сегодняшнее интервью с Владиславом Сурковым уже прочитал в 6 утра. И там есть также такая цитата, что либералы, в общем-то, являются одними из виновников тех беспорядков, которые в эти дни были у нас в Москве. И, кстати, сегодня мои коллеги из разных информагентств сообщают о том, что вот у нас здесь в Подмосковье сейчас беспорядки идут. То есть я надеюсь, что силовой блок сможет локализовать эту ситуацию. Но одним словом, вот по версии Владислава Суркова, либералы, вне системщики, скажем так, вне системщики, они и виноваты, потому что ввели моду на несанкционированные митинги. И, в общем-то, я так понимаю, между либералами Владислав Сурков поставил равно, поставив их в один ряд с нацистами и жлобами. Это вот прямая цитата из сегодняшнего интервью. Значит, пока я представляю вам гостя, который до нас-таки добрался, несмотря на проблемы с транспортом, с той ситуацией, которая сейчас сложилась на московских улицах. Это Дмитрий Галочкин, председатель редакционного совета «Портал-охранитель», член Центрального совета сторонников партии «Единая Россия». Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Вот мне сейчас сообщают, что уже здесь, на радиостанции «Финам-ФМ» находится Людмила Алексеева, правозащитник, председатель Московской хельсинской группы. Я так понимаю, с секунды на секунду Людмила Михайловна зайдет к нам сюда, в студию прямого эфира. И также мы ждем еще одного гостя, который застрял в настоящее время в столичных пробках. Это президент адвокатской палаты города Москвы, член общественной палаты России Генри Резник. Так что у нас сегодня такой достаточно представительный будет круглый стол. В самом начале напомню средства коммуникации. Значит, сайт в интернете www.finam.fm, 651099,6 номер нашего многоканального телефона. И прежде чем мы вот с Дмитрием начнем разговор и, надеюсь, с Людмилой Михайловной в ближайшие секунды и минуты, я запущусь смс-голосование. И вот какой вопрос, дамы и господа, пожалуйста, доставайте мобильные телефоны. Очень важно принять участие в голосовании. Валерий Зорькин говорит о том, что, возможно, ситуация еще не оформилась в своей статье. Возможно, еще государство из криминализированного не превратилось в криминальное. Вот я хочу вас спросить, как вы считаете, государство российское криминальное государство? То есть вот глава Конституционного суда еще вопрошает. Он не уверен, что первая стадия криминализации перешла уже во вторую стадию криминалитета. Государство российское по своей сути криминально. И факт срастания власти и криминала это уже факт жизни, а не абстракция. Тогда 5533, пожалуйста, отправьте на этот короткий номер смс-сообщение с буквой А. Нет, мы не перешли ко второй стадии. Мы не криминальное государство. Власть не срослась с криминалом и пытается отбиться от этого, по словам Путина, наступления. 5533 смс-сообщение с буквой Б. Еще раз, значит, криминальное государство российское. 5533, буква А. Нет, 5533 смс-сообщение с буквой Б. Голосование запущено. Дмитрий, а как вы считаете? Еще раз подчеркну. Глава Конституционного суда. То есть это одно из высших должностных лиц Российской Федерации. Наряду с президентом, с премьером, со спикерами Палаты Федерального Собрания. В общем-то, человек, который возглавляет всю судебную власть, высшую судебную власть. И, по-моему, очень страшно, когда такой человек приходит к выводу, что власть и криминал, в общем-то, уже прошли стадию сращивания. Да, все правильно. Я думаю, что Владимир Зеркин один из тех людей, который входит в десятку, наверное, самых влиятельных людей в России. И когда такой человек, очень уважаемый, говорит о том, что там уже в статье отведено 10 лет при современном развитии событий, отведено 10 лет государственности нашей, если ничего не будет меняться, ну, это на самом деле вызывает какие-то, наводит на мысли. Но самое основное, я считаю, что должна быть в этой ситуации проявлена политическая воля. И я думаю, это воли не занимать ни нашему премьеру, ни президенту. Поэтому ждем изменений, ни в коем случае не революционных, а я за эволюцию. А какие изменения? Что вы имеете в виду? Во-первых, какие-то, ну, вот, например, на примере игрового бизнеса была проявлена политическая воля. Взяли, понимая, что это беда российская, так же как алкоголизм, приняли меры, закрыли игровой бизнес. Дальше по всей стране борются с нелегальным игровым бизнесом, и это видно. На самом деле есть примеры, у нас на нашем медиапротале есть информация, есть возможность обобщить эту информацию. Есть, видно, что с этим злом, грубо говоря, борются. И это радует насчет политической воли, возможно. В криминале получилось так, что это новая эпоха наступила. Сотрудники милиции у нас получают копейки. Вот, например, в Москве от 15 до 25 тысяч основной зарплаты людей. В день наверняка у руководящего состава поступают предложения, ну, на год, или вообще на пенсию хватит до нескончания своих веков. То есть еще это высащая серьезная финансовая сумма. Да, очень у многих людей появились большие возможности влиять на какие-то процессы, принимать решения и соблазн зарабатывать и получать большие деньги. И немногие проходят это испытание. К сожалению, у нас еще не сформировалась в этом плане культура, и слишком резко произошло, что одно поколение ушло, старое поколение, в том числе в МВД, где люди были чести и достоинства, и слово «честь» для них был не пустой звук. А появилось новое поколение, которое понимает, что нельзя упускать возможности какие-то, которые предоставляют жизнь, беря от жизни все, есть возможность зарабатывать деньги, зарабатывают деньги. Не секрет, что многие госслужащие ездят на личных машинах, Поршах, Магнумах и так далее. — Подождите, Дмитрий, ведь это очевидная достаточно вещь, ее можно увидеть, ее можно даже пощупать. Я имею в виду и вот эти дорогие машины, и недвижимость серьезной стоимости. При этом, в общем-то, я не вижу, чтобы с этим боролись. Знаете, в последнее время появилась все-таки тенденция к тому, чтобы появились гражданские институты общества, которые участвуют в контроле, в гражданском контроле власти. Во всех структурах практически тоже силовых есть общественные советы. И они начинают приобретать какую-то роль, в том числе в контроле, участие в контроле этой власти. И это хорошая тенденция. Это тоже политическая воля. Надо вырастить новое поколение людей, новые институты гражданского общества. И у нас патерналистские какие-то настроения потребительские. Кто-то сделает за тебя что-то. Вот можно проявить себя в общественной деятельности. И в том же участии в общественном контроле, общественных организаций, которые принимают активное участие сейчас в обсуждении, в круглых столах и так далее. Есть возможность каждому гражданину участвовать в общественной деятельности. Вот скажите, пожалуйста, все-таки Валерия Зорькина обозначает региональный или даже местный уровень сращивания власти и криминала. По вашему мнению, подобные процессы могут происходить или, возможно, они уже произошли на федеральном уровне? Я думаю, все возможно, потому что... То есть вы не исключаете это? Да, потому что, опять же скажу, на всех уровнях власти есть соблазн, так скажем, не зарабатывать, а получать огромные деньги. И, к сожалению, у нас слишком небольшой срок нашей государственности. Мы еще помним, как при нас рухнуло прежнее государство. И еще не выработаны многие структуры. Например, говорилось о том, что у нас только, чтобы соответствовать Конституции, нужно принять 8 тысяч законов. Это очень серьезный труд в той же Государственной Думе и других законодательных органах, чтобы принять 8 тысяч законов. Вот если читать Конституцию, вот эта же тематика, как раз вот был день Конституции, выступление статьи Азорькина. Там говорится о том, что вот почитаем Конституцию, очень много непринятых законов, которые именно разъясняют позиции, вот эти пункты конституционных статей. Там еще простоит много чего принять. Поэтому нам очень много предстоит, точнее, стране предстоит много работы. Мы молодое государство, надо не забывать это. И болезнь роста. Но я считаю, что... То есть это объективный процесс, невозможно его не пройти. Да, нужно достучаться до людей, чтобы люди становились политически активными. И вот что происходит в регионах? Все же происходит от того, что кто-то находит в себе волю и донести до сведения, там, структур, которой должны мы заниматься преоходительной деятельностью, что происходит в регионах. Это какие-то конкретные люди. Может быть, камикадзе в каком-то роде, да? Потому что наверняка кто-то тоже выступал, но не смог достучаться и так далее. Но ведь Зоркин говорит о фактически том, что местная или региональная власть, да, они фактически в курсе были. Да, то есть, понимаете, что страшно-то в этой всей системе координат, что власти, власти на местах, я имею в виду и региональный уровень, я не поверю, что они не в курсе, какие у них преступные группировки там есть. Если они не знают, значит, местная ГУВД, УВД, я не знаю, МВД, если это национальная республика, да, значит, они не работают. Либо, либо, вот понимаете, Дмитрий, я не хочу сгущать краски, да, но мы фактически говорим действительно о сращивании власти с криминалом. Власть все-таки у нас в законе, я без всяких, да, вторых там степеней, там, кто-то выборный, кто-то назначен, но она все-таки в законе, да, она в правовом поле находится. Криминал не может быть в законе, это вне правового поля, да, а фактически один, уж простите меня за этот сленг, да, я крайне не люблю подобные слова, но крышует это все. Это же факт. Вот от этого становится не по себе. И мне кажется, Зорькин именно об этом пишет, что, ребята, мы вот на грани, мы уже криминализированное государство, да, но еще, я не знаю, там шаг или полшага, и мы станем криминальным государством. Но все преступления и все негативные вещи происходят, когда происходит равнодушие общества глобально, сейчас граждане равнодушны, они не проявляют активную позицию. Что они могут сделать? Вот смотрите, что могут сделать те же предприниматели, там, гусь, хрусталь, ну, то, что вот на слуху уже, да, а сколько мы, я могу себе представить, сколько не дошло еще информации до журналистов. Что они могут сделать? Спалят их дом, простите, будут пугать, запугивать, возможно, какие-то действия там против родных, детей, близких, да. Человек по своей сути, он, он на самом деле боязлив, он не может выступать против силы, которые находятся вне закона. Я все понимаю, но ситуация такая, что все равно есть активная какая-то часть людей, и вот эти активные люди все равно появляются, и надо использовать все возможные механизмы остаивания своих прав. Есть средства массовой информации, это четвертая власть, раз. Сейчас, тем более, век интернета, есть возможность в любое издание написать, обратиться с каким-то обращением общественным и так далее. Есть сайт президента, есть сайт премьер-министра, есть сайты партии и так далее. Есть прокуратура. Люди не хотят отстаивать свои права. И, получается, вот эта вот бездеятельность, она и порождает бесконтрольность, без власти. Позвольте не согласиться, да, все-таки я уж честно скажу, такая откровенно, мне платят за то, что я здесь оппонирую всем и вся, да, даже если я с кем-то буду или с чем-то соглашаться. Я не в восторге, допустим, от видеообращений Дымовского, да, ну, я буду называть вещи, которые всем известны, вот вы сказали про интернет, да. Я не в восторге от видеообращения госпожи Рогозы, да. Я, возможно, с чем-то могу не согласиться с Алексеем Навальным и с его разоблачением, которое он ведет, да. Но я постоянно слышу, вы посмотрите, значит, Дымовский обратился, итог уголовное дело. Значит, Рогоза обратилась, тут же Следственный комитет России нашел на нее папку, да. Значит, Навальный еще не вернулся в Америку, из Америки в Россию. Значит, прокуратура Кировской, по-моему, области, да, или Следственный комитет Кировской области занялся там какими-то делами, когда он был советником губернатора Кировской области. Я не говорю, что этого нет, да, возможно, там на Рогозу действительно папка, там на Дымовского, на Навального, но смотрите, Дмитрий, что получается. Люди, которые что-то попытались произнести публично, ну, в данном случае обратиться напрямую к президенту, да, зная там то, что он посещает интернет, он активный пользователь, да, и что по итогу? И что в итоге? Они получили уголовные дела. Понимаю. Вот, например, согласен со всем, что вы сказали. Но я считаю, что есть пути, как добиться правды. Правильно, вот недавно была передача, и говорилось о том, что 10 лет назад всех вызывал восторг фраза из фильма «Брат» «Вся сила в правде». Сейчас все понимают, что вся правда в силе, да, ну, так все складывается. Но получается, да, правильно, что если у нас не всегда могут люди коммерческие и бизнесмены защитить свои права, то что говорить о людях, которые живут там на Сахалине? Все понимаем. Обычные люди. Обычные люди, да. Но я считаю, что вырастет, должно вырасти новое поколение, новые гости, должно вырасти новое поколение людей, которые будут знать свои права и отставить их. Да, это мнение Дмитрия Галочкина, председателя редакционного совета портала «Хранители», члена Центрального совета сторонников партии «Единая Россия». Ну, и сейчас к нам присоединяются наши гости. Позвольте начать представлять все-таки с дамы, с единственной дамы в нашем мужском таком коллективе. Это Людмила Михайловна Алексеева, правозащитник, председатель Московской Хельсинской группы. Людмила Михайловна, рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. И президент Адвокатской палаты города Москвы, член Общественной палаты России Генри Резник. И член Московской Хельсинской группы. Что самое главное. Два. А и разумеется, если бы Людмила Михайловна не пришла, я предводительница, как бы я пришел бы, я не осмелился бы. Генри Маркович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо огромное, что доехали. Я так понимаю, там у нас в московских улицах полный, вот, и дальше многоточие лучше поставить. Кошмар. Кошмар. Да, я это имел в виду. Вот здесь коррупция не работает. Никак. Она где-то работает. Но на дорогах нет абсолютно, понимаете. Пробки. Вот, коррупция есть, но она не работает. Ну, так в том-то все и дело, конечно. Не эластична она в этой области. Значит, мы сейчас должны будем уйти все-таки на короткую рекламу, чтобы потом временно освободить до конца, до восьми вечера. Но, я напомню, идет смс-голосование. Многие из вас уже в нем приняли участие. Вот кто еще, возможно, к нам в эти минуты присоединился? Или считает, что необходимо принять участие. Доставайте мобильники. Вопрос я очень четко сформулировал. Значит, Валерий Зорькин говорит о том, что наше государство криминализированное государство. Еще один шаг, и оно станет криминальным государством. Вот если вы считаете, что государство де-факто российское криминальное, то есть я обостряю этот вопрос, я иду дальше, чем Зорькин. Он предполагает, я не утверждаю, вам предлагаю вам утвердить или отклонить. Значит, российское нынешнее государство криминальное. 55.33 смс-сообщение с буквой А. Нет, криминализированное, но не криминальное. 55.33 смс-сообщение с буквой Б. Речь идет о главном принципиальном вопросе сращивания власти и криминала. Но прежде чем мы рекламу пустим, Людмила Михайловна, я не могу просто не задать этот вопрос. Так уж совпало, что сегодня два спикера, ну так или иначе, прошлись по либералам, по правозащитникам, ну правозащитникам в меньшей степени, да. В общем-то, прозвучали обвинения в том, что эскалация напряженности в столице, это рук дело внесистемных людей. Людмила Михайловна Алексеевна, насколько я понимаю, внесистемный у нас человек, в буквальном смысле этого слова. Что вы ввели, в том числе и вы, да, ввели моду на несанкционированные митинги. Фактически выпали из правовой зоны, да, то есть вам же не разрешали, а вы проводили. Я хочу услышать ваш комментарий. Ну, во-первых, термин несанкционированный митинг абсолютно не юридический термин. Подтвердите, знающий юрист. У нас юристы такие, большие юристы наши. Да, потому что у нас уведомительный, а неразрешительный характер заявки о митинге. Это первое. Во-вторых, обвинение, я знаю обвинение господина Суркова, еще кто-то нас обвинял. Владимир Владимирович Путин. А, понятно. Там же получилось так. Я в 6 утра читаю Суркова в известиях, да, как только они открыли портал свой этой статьи. Значит, в полдень, ну, там с копейками по времени, я слышу, что, в общем-то, Владимир Владимирович определил, наконец-то, внутреннего врага. Это либералы и те внесистемщики, которые дестабилизируют ситуацию. Вот она. Да. Нужно краткий комментарий. Да, пожалуйста. Один не юрист, а второй не практикующий юрист. Ну, видимо, наверное, забыли о нормах закона. Это комментарий Генри Резника. Да. Так вот, во-первых, не может быть несанкционированных вещей. Во-вторых, не надо валить больной головы на здоровую. Митинги на Триумфальной площади по 31 числам – это образец спокойствия, цивилизованного поведения граждан и закона послушания. Там, если кто нарушает закон, так это милиция, а не те, кто присутствуют на митингах. Я бывал на каждом, я вам это совершенно ответственно говорю. А если говорить, кого могут взять за образец эти агрессивные молодые люди, собравшиеся на Манежной площади, если им нужен образец, то это пестуемые Владиславом Юрьевичем Сурковым наши, молодая гвардия, сталь. Вот образец агрессивного, незаконно послушного поведения, который сходит с рук безнаказанно, что, конечно, поощряет такое поведение. Поэтому образцы у них были. И другое дело, что я считаю, что ни футбольные фанаты, ни правые националистические организации не нуждались в этих образцах. Они сами прекрасно умеют нарушать законы, потому что они и те, и другие культивируют насилие. Эти в каких-то там своих футбольных целях, а иногда и других. А националистические организации для разжигания национальной розни. О чём бы следовало озаботься и Владимиру Владимировичу Путину, и Владиславу Юрьевичу Суркову, если они хотят управлять целой Россией, а не распадающейся на куски. Я, пожалуй, знаете, что я с кем-то добавлю? В принципе, митинги, они действительно не санкционируются, они уведомительны. Но они согласовываются. Я, например, не думаю, что все заявленные митинги должна согласовывать власть. Бывают какие-то определённые обстоятельства, которые этому препятствуют. Но то, что происходило с заявками, которые давали на митинги, в частности, тоже 31-го, это был вообще абсолютный позор нашей власти. Все митинги запрещались подряд. Причём на это же время, ну, скажем так, разрешались, согласовывались митинги других. Это всё бы ничего было бы, если бы у нас был независимый суд. Но все походы в суд заканчивались тем, что суд наш не соответствовал, простите, тому названию, которому он именует. Ну, Владимир Владимирович сегодня вновь сказал, значит, то им это дай, то им это дай, то они туда пойдут, то они сюда пойдут. Нет уж. Вот с этим он не согласен. А вот права не дают власть. Между прочим, в Конституции написано, права и свободы человека, они, извините меня, не делегированы вообще. Они властью не предоставлены, нет кроированные права, так называемые, понимаете? Власть должна их соблюдать, гарантировать, обеспечивать. Эти права естественные, они в Конституции, это естественные права, которые определяют смысл, между прочим, применение всех других правовых норм. Власть их не дает в любом лице, в лице президента, парламента, Совета Федерации, правительства. Это многонациональный российский народ, творец Конституции, как записано, он записал, что вот эти естественные права признаются в Российской Федерации. И поэтому тогда, когда это подменяется и говорится, то дай это, и дай это, здесь просите смещение. Видим, наверное, введение в заблуждение, может, сам находился в заблуждении Владимира Владимировича. Это вообще, конечно, введение в заблуждение тех людей, которые совсем, видимо, не юристы. Геннер Маткович, мы просто сейчас уйдем на рекламу, но я тогда этот вопрос обязан вам задать. Значит, возможно, я неправильно интерпретирую слова первого заместителя руководителя администрации президента России, но из интервью его сегодняшнего газете «Известия» я так понял, что между либералами, нацистами и жлобами был поставлен знак «равно». В общем-то, меня это настораживает. Я хочу услышать мнение юриста. Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, что такое жлобы в данном случае. Это, видимо, оценочные характеристики. Видимо, наверное, он назвал, я не читал его, соответственно, интервью, как я не слушал передач сегодня с Путиным. Я был в процессе сегодня, понимаете, да. Вы занимались прямым своим делом. В судебном процессе, соответственно, да. Видимо, он считает, что и либералы, и националисты такие же жлобы, что ли, да? Так вот, я могу вам сказать, что это трудно комментировать. Это оценочная характеристика, понимаете? То есть, если Владислав Юрьевич считает либералов жлобами, ну, это его позиция, и поэтому из этого, видимо, необходимо делать какой-то вывод. Ну, а приравнивая вообще либералов к националистам, у нас, знаете как... Даже не националистам, а именно нацистам. Нацистам. Понимаете, какая ситуация? У нас все понятия приобретают какую-то удивительную вообще свою противоположность. Смотрите, у нас, ну, демократы, кто они у нас? Дерьмократы, да? Коммунисты, кто они у нас? Коммуняки. Либералы. Там даже страшно сказать. Либерасты, они теперь либералы, понимаете? Ну, Владислав Юрьевич человек просвещенный, кстати сказать, и, откровенно говоря, за свой гибкий интеллект, вот, и за преданность, как он понимает, как он понимает, интересам родинам, ну, и уважаемый. Вот, но, мне кажется, в данном случае ему как-то вкус изменил, вот, понимаете? Когда, вот, выходишь в такое поле публичное, тянет, знаете, на такие афоритики, агитки какие-то такие, знаете, на такие формулировки, хлесткие формулировки. Они опасны, потому что они просто могут исказить само содержание. Здесь это очень такое минное поле. Поэтому я могу вам сказать, единственное, если он считает жлобами либералов и жлобами нацистов, да, в таком случае, кого он жлобами не считает, вот это интересно, как он назовет кого, ну, давайте, державники, патриоты, государственники, ну, демократов он вроде как не назвал, может, демократов он считает не жлобами, понимаете? Поэтому я думаю, что вам, как представителю прессы, надо уточнить, кто не жлобы в таком случае. Мне это не ясно, и, во всяком случае, это вопрос, который вы задали. Знаете, вот не случайно атака на либералов произошла, вот синхронно, в общем-то, интервью в «Известиях» Суркова и заявление господина Путина вот на прямой линии и там, и там, в общем-то, ну, я не хочу называть, что они определили внутреннего врага, но у меня какое-то вот настороженное чувство возникло. Давайте, давайте, так вы знаете, что, вот все-таки надо определить понятие, что такие либералы вообще, либералы... Там были названы фамилии, Генри Маркович, там были названы фамилии либералы. А давайте так, а независимо от фамилии, кто такие либералы? Либералы, которые настаивают на политических свободах, на рынке, на демократии, на всех тех ценностях, которые записаны в Конституции. И вот если бы я имел разговор с Конституцией, я сказал, вот давайте так, вот либералы говорят, значит, нужна свобода слова. Вы что, против того, что у нас... Звобода собрания, вы против этого? Звобода выезда, может, это вас там не устраивает? Что там у нас еще? Презумпция невиновности, да? Тоже вам она не понутру. Соблюдение закона, главное. Правового закона. Вот это очень важно, потому что законы, между прочим, они бывают во всех государствах. Гитлерская Германия тоже законы в Нюрненбергске приняла, да? Право и законы существуют тогда, когда над ними есть конституционные ценности и общепризнанные нормы международного права, как записано опять у нас в нашей Конституции, понимаете? Вот мне очень интересно содержательные разговоры было бы провести, понимаете? У нас же сейчас либерал-слово, как раньше коммуниаки, демократы, стало ругательным. Но ругательное слово, оценочное уже, оно исключает полемику действительно содержательную. Вот мне хотелось бы, значит, видимо, я думаю, а я убежден, Савислав Юрьевич, он за эти ценности. Но он считает, что когда он за эти ценности выступает, да, в таком случае это, видимо, наверное, системно, суверенно. Но что, не либерально, что ли, я не понимаю? Извращается понятие либеральных ценностей. Ну, вполне возможно, осознанно это все делается. Не бессознательно. А вы знаете, я думаю, что ведь тут вот какая ситуация. Может, увлекаются, знаете как. Себя очень трудно контролировать. Ну, бывает такое, да. Это Генри Резник. Дмитрий, а как вы считаете, почему такие столь жесткие высказывания звучат в адрес несистемной оппозиции? Я думаю, потому что это представители высшей власти, есть информация и обладают какой-то определенной властью. Я думаю так, что вот Конгресс Соединенных Штатов Америки выделяет ежегодно на какие-то права человека и на свободу слова в России и на разные такие вещи не меньше 100 миллионов долларов. И эти деньги по России где-то тратятся. И это реально выделяются огромные деньги. А какие права человека? Ну вот у них какие-то статьи существуют, на которые выделяются огромные деньги. Слушай, откуда у вас, голубчик, я сейчас вижу. Вот я вам скажу. Дмитрий, дмитрий. Погодите. Брейк, брейк. Погодите. У меня просьба, можно ли я все-таки говорю? Я адвоката, оно... Я председатель старейшей правозащитной организации в России. Московская Хельсовская. И вы никогда не получали грандов международных? Получала. Ну, они не напрямую финансируются. Они финансируют какие-то общественные организации, которые, в свою очередь, попадают в Россию. Это очень интересный вопрос. И я думаю, так оно и есть. Я думаю, нам нужно дослушать. Можно я договорю, да? Да, конечно. Права человека тоже разрушает... Государство, мировой лидер, выделяет деньги. И это несложно проследить, куда они попадают. Не меньше 100 миллионов долларов ежегодно попадают в Россию. Не могут напрямую попадать. Но они попадают через какие-то общественные фонды, общественные организации. Но они где-то расходуются, на что-то тратятся. Вопрос другой. У нас в России... Вот Петр Первый сказал, что у России нет друзей. Его друзья только армии флот. Я согласен с этим. И почему-то мы до этого... Я вот был... Я молодой человек. Но при мне распалось великое государство. И... Империя зла? Секундочку. Государство. Знаете, вот государство моего деда, моих родителей и так далее. Да, вы хотите сказать, что существует идеальное государство? Не существует идеальное государство. Но государство одинаковое какое-то развитие. Я поздравляю, что ваш дед выжил при этом государстве. Мог не выжил. У меня два деда... Все выжили? Героические. С ранениями, пулевыми ранениями. Инвалиды оба и так далее, так далее. Поколение как раз 21 год, 21 года выжило все 3%. Это люди. И 22-го. Когда они умерли, у меня есть справка. Это справка о том, что несколько пулевых ранений, сплошные контузии у одного деда. Ну хорошо, какое-то имеет отношение к 100 миллионам, которыми нас покупают. Я про вас ничего не сказал. Я говорю о том, что существуют гранды. Я считаю, что политика должна формироваться... Я вам дам слово. Политика диктуется экономикой. Значит, в России должны формироваться какие-то экономические процессы. А уже они формируют политические процессы. А когда из-за границы идут деньги, то это вызывает вопросы. А деньги, любые деньги надо отработать. Так просто они не попадают. Это мое мнение. Отработать что значит отработать? Ну, например, показать свою работу... Отработать можно по-разному. И лишь бы было чем-то отчитаться, правильно? Ну, то есть вы с этим связываете, да? Я думаю, что информация наверняка есть. Я считаю, что в России хватит революции. Я вот позиции консерватизма исповеду. Вот Великий Столопин сказал, хватит революции. Нам нужно постепенно. Конечно, нам нужно, чтобы поколение, возможно, людей, которые не умеют... Вот мы в рыночной экономике живем 20 лет, и нам нужно научиться жить. Может быть, выросло, чтобы новое поколение людей, свободных, способных заниматься бизнесом и так далее. Это все быстро не происходит. Нам сейчас нужно... Да, стабильность. Отлично. Дмитрий Галочкин, Единая Россия, Генри Резин. А можно, да, мне можно вопрос адресовать. Ну, давайте так. Значит, на хорошее дело из-за рубежа денег не дадут. Вот как я понял то, что вы говорите. Подождите. Кому дают деньги из-за рубежа? Ну, естественно, изменникам и шпионам. Ну, сделайте следующий шаг. Скажите, что мы правозащитники, либералы. Мы враги государства. Мы агенты иностранных государств. Мы отрабатываем деньги. Мы отрабатываем деньги. Нас надо судить. Почему вы это не говорите? Ну, логически. Завершите, пожалуйста. Завершите. Во-первых, я говорю о разных вещах. О других вещах. А какие другие? Я вас... Да не мы. Мы правозащитники. Да не мы. Ну, мы же. Мы правозащитники. Мы члены хельсинской группы. Понимаете, какая ситуация? Значит, я хочу вам такую вещь сказать. Ведь вы же сказали удивительную вещь. Они дают деньги на права человека. Я вас цитирую. На статьи. Это называется статья права человека. А на самом деле диверсии совершают. Можно я договорю? Да-да, пожалуйста. Так вот, ситуация такая, что, опять же, только позиция. Можно любое благое слово записать. На права человека, на спасение, например, мамы-то в России и так далее. Все. Строка бюджета. А расходы? А как проконтролировать расходы? Вы согласны? Знаете? Слушай, дорогой ведущий. Простите меня. Я тут сюда мчал и через пробки, чтобы слушать вот эту рунду, Которую я уже скоро слушаю. Людмила Михайловна, дорогая моя, да. Я хочу вам сказать. Я не сломаю позицию. Подождите, я понимаю. Вот скажите, вы согласны вот с чем? Америка, даже по сравнению с Европой, страна абсолютной свободы слова. Знаете, что там карается только призыв? Викиликс, почему? Извините, извините. Что Викиликс? Ну, почему? Ой, слушай. Подождите. Зачем я сюда приехал? Это очень важный момент. Генрия Маркова, подождите. Людмила Михайловна, вернемся к теме этого программа. Подождите, да, вот тема программа. Посмотрите, там карается только одно ограничение свободы слова. Призывы к насилию. Вы слышали от правозащитников какие-либо призывы к насилию? К свержению власти? К тому, чтобы устроить революцию? От кого-то вы слышали из нас такого рода речь? Все, на этом мы поставим точку. Вернемся. Все, да, мы возвращаемся к теме программы. Я хочу здесь очень важное принципиальное письмо. Не срослись там, не срослись, помню. Срослось? Срослось. Так, что там срослось? 94% считают, что государство российское криминальное. 94% слушателей Финам-ФМ. 6% считают иначе. Вот, я не буду комментировать. Это результат не ЦИК России, это результат, который дали нам слушатели радиостанции Финам-ФМ. Можно мне вопрос задать? А вы определили? Вот Зорькин, я опять же не читал статью Зорькина, хотя она лежит у меня. Значит, потому что эта проблема немножко мне лучше известна, все-таки я криминалист. Скажите мне, пожалуйста, понятие криминальное и криминализированное. Вот он определил? Ну, я насколько понимаю, я понимаю, Генри Маркович. Но есть куда расти. Да. Следующий этап, это криминальное государство. А криминальное, я не понимаю, что вкладывает... Я думаю, что окончательный любовный экстаз власти и криминалов. Нет, окончательный, видимо, так. Когда уже ни одного честного человека, видимо, не будет на власти. Я, понимаете, как социолог, вот я хочу какой-то конкретности, предметности. Вот что такое криминализированное? Это сколько? Это больше половины чиновников берут взятки? Или что? Или треть, например. Вы понимаете, в чем... Ну, это вот слава... В чем сложность вот эта? ...много продираться. Вы вот... Я вот перед тем, как приехал сюда, я прочитал статью. Вы прочитали статью Зеркина? Да. Вы Зеркина статью прочитали? Посмотрите, да. Вот здесь есть письмо, да, на уроке наших слушателей. Вы прочитали эту статью. Значит, человек пишет о том, что и в этой губернии есть реальные проблемы сращивания криминала и власти. Значит, человек приходит к выводу, что единственный способ побороть это, это вернуться к избранию на прямых всенародных выборах, власти. В данном случае речь идет о губернаторе области. При этом наш слушатель ссылается на сегодняшнее, опять-таки, высказывание господина Путина, что именно назначение губернаторов спасает от вхождения преступных группировок во власть. Ваш комментарий. Потому что господин Путин считает, что он один может сообразить, кто может быть губернатором лучше, чем все население той области, которая выбирает губернатором. А вы знаете, самое интересное, что... Это очень большое самомнение даже для очень умного и состоявшегося человека. Можно мне быть объективным? Пожалуйста. Ситуация какая-то безысходная. Помните, когда губернаторы у нас выбирались? Так? Так. Ну, вообще, действительно, парад суверенитетов, да, помните, да, вот, развал России и прочее. Они стали назначаться. Под каким флагом? Что, в общем, население у нас не готово, да, соответственно, к выборам, выбирая черти кого и прочее. Дальше начали, они назначаться начали. 80% назначено тех губернаторов, которые раньше выбирались. Значит, видимо, наши совершенно не подготовленные, невежественные люди как-то, наверное, все-таки не очень ошибаются в кандидатурах. Либо выбор настолько беден, да, что Путина можно посочувствовать. Если выбирают, воруют, если назначают коррумпированные, чего делать? Ну, народ-то не переделаешь, а знаешь, что нужно для этого? Вот есть банальные совершенно способы. Это, простите, опять же, за банальнейшие слова, это развитие гражданского общества, это контроль, это свободная пресса, это независимые суды к политической конкуренции. Как, я не очень увлекся? И честные выборы. А нет, а это уже политическая конкуренция, она предполагает. Плюс местное самоуправление развитое, которое нужно вырастить, все должно расти снизу. Да, 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 снизу, только при назначенных губернаторах это будет расти ровно 500 лет, голубчик. И гражданские институты общества тоже должны вырасти не в одночастие. Вы хотите, чтобы это появилось завтра, в мгновении палочки, все это постепенно. Вы знаете, если бы я не видела вашего лица, я бы думала, что вы старше меня. Потому что я гораздо в этом отношении спокойнее вас отношу, что может вырасти быстро, а вы все может расти. Никаких революций. Все деньги из рубежа. Я отец четырех детей, я за революцию, а не за революцию. Можно вас применить? Ну и я за революцию. Ну и что? Подождите. Только вы молодой старичок, когда вы так говорите. Все это высокие слова. Да нет, о чем, мне не надо. Леонид Николаевич. Значит, давайте так. Вот эти нулевые годы, как мы на тучные нулевые годы. Которые, никто не будет спорить, правильно, да. Коррупция росла. Правильно, да, матерела. И сейчас уже вот говорят, что государство криминальное. За это время благосостояние выросло. Что-то такое производилось, да. Что-то, между прочим, значит, добывалось, да, правильно, да. Что-то делалось. А если бы не было коррупции, я что-то не убежден. Может быть и не делалось бы ничего. Может, это и делается только потому, что... Людмила Михайловна, ваш ответ. Это провокация, чистая вода. К сожалению, да. Наша система устроена так, что говорят, что если кончится коррупция, все вообще рухнет. Поэтому я понимаю тот огромный процент, который говорит, что государство у нас уже криминальное. Кстати сказать... Вообще, на самом деле, это страшный процент. Все-таки 94 процента... Это страшный процент. Это страшный процент. Но если говорят о том, что вот в Краснодарском крае случилась Саница Кущевская, и надо перетряхнуть все правоохранительные органы, потому что они срослись с бандитами. И в то же время наш президент заявляет, но губернатор Ткачеву это трогать нельзя. А при ком это все получилось? Кто это все сделал? Губернатор Ткачев. Во всяком случае, если он ничего к этому, никакого отношения к этому не имеет и этого не заметил, то его тоже надо гнать. Даже если он сам с криминалом не сросся. Просто за неспособностью. Но губернатора трогать нельзя. Вот это... Путин знает хорошо, что надо делать. Губернатор Ткачев знает, что хорошо надо делать. Единая Россия, которую у нас, понимаете ли, называет себя довольно откровенно партией власти. Власти, а не граждан. Она тоже знает хорошо, что надо делать. Только граждане у нас идиоты. Вот эти идиоты считают, что президент Путин, премьер-министр Путина, Единая Россия. Вот результат их работы. У нас криминальное государство. Ведь великая держава, которая развалилась 20 лет назад, была не идеальной, но криминальной не было. Недавно я внес предложение принять чрезвычайные меры по борьбе с президентом. И вспомнил вот что. В свое время царь-свободитель Александр II, который провел в одном пакете такие реформы, да, ну, отменок основного права. Судебная реформа. Судебная реформа. Потрясающе абсолютно, понимаете. Реформа здравоохранения, реформа образования, местное самоуправление. Говорили так, что он это сделал с кучкой красных бюрократов. А знаете, почему они назывались красными? Вот вам пример контекста. Потому что они не отучились краснеть за дикость и крепостничество. Я предлагаю сейчас при президенте создать некоторый комитет, настоящий следственный комитет. Взять туда 150-200 вот таких вот молодых ребят, между прочим, я не иронизирую совершенно, да. Дать им, между прочим, не знаю, там, 10-20 тысяч американских рублей и с их помощью, простите, все, вот эта гниль, которая сейчас наросла, поповерх, все же не удастся, понимаете, в чем дело. Чтобы они, соответственно, вот поверху, не та, извините меня, там, коррупция, когда там сажают, не сажают их, не сажают, но привлекают там, не знаю, с унизительными окладами, зарплатами наши учителя, врачи и прочее. Уберите, где у нас, у нас что, хоть один крупный чиновник сидел на скамье посудимых? Ну, сажаться, может, там раз в год, понимаете, какая садь. Без этого, к великому сожалению, ну, прогнило, все прогнило. У меня очень коротко, потому что у нас... Да, я коротко, все-таки, я, наверное, единственный, кто прочитал эту статью Зеркина, и хотел сказать, что там говорится о том, что в 30-е... Не льстите себе, я тоже прочитал. Ну, я, в общем, в 30-е... И я прочитала. В 30-е и 60-е годы аналогичные процессы были в идеальной Америке, вот как мы сейчас говорим, что без эталона берем. Там такие же процессы были, поэтому у них государственности больше 200 лет, у нас 20, болезни взрослые. Нам, ну, все-таки формируется... Как 20? У нас тысячелетний государство. Нет, я имею в виду капиталистическому государству, вот, где... Возрожден упасть идеального советского. Частное право существует, частная собственность и так далее. Ну, этому государству 20 лет. Даже законодательство полностью поменялось, и еще, как говорили, 8 тысяч законов нужно... К сожалению, я могу только посожалеть. Уж простите за тавтологию, наше время завершилось в эфире. Я надеюсь, что мы все-таки еще раз соберемся, и московские пробки нам не помешают. Это реальное временно феномофа. Продолжение следует...